Привет! С вами Догмама Аня и мои собаки Чихуа Софи и Эйван. Но сегодня речь пойдет далеко не о собаках, а об их противоположностях – кошках. Мы решили перечислить пять одних из самых редких пород кошек в мире. Итак, поехали! Пятое место мы дали кошке Лаперм. Это длинношерстная рексовая порода кошек, основной отличительной чертой которых является наличие кучерявой шубки. У кошек породы Лаперм волнистая шерсть. Эта порода произошла от свободно скрещивающихся кошек из США, но в ее облике заметны восточные черты. Представители этой породы – ласковые, любознательные и активные, прекрасные охотники. И они не голосисты. История этой породы началась в 1982 году. У кошки Мышелова с фермы в штате Орегон родилось шестеро котят. Один из них оказался полностью лысым, но к восьминедельному возрасту он начал покрываться кучерявой шерстью. Вьющаяся шерсть стала результатом мутации, вызванной доминантным геном. В итоге потомство первого кучерявого котенка унаследовало признак волнистой шерсти и передало его своему потомству. 4 место занимает кошка Турецкий Иван – порода полудлинношерстных домашних кошек из Турции. Турецкий Иван является естественной породой и одной из древнейших пород домашних кошек. Это интеллигентные кошки. Они любят ласку, очень энергичные и общительные. А также любят прыгать, сбираясь как можно выше, бегать, предлагая и хозяину побегать вместе с ними. Эта кошка с удовольствием плавает, и у нее полностью отсутствует боязнь воды. Обычно они играют со струйками, умываются в воде, а их шерсть обладает водоотталкивающей способностью и отсутствует подшерсток, поэтому сохнет их шерстка намного быстрее, чем у других кошек. Считается, что Турецкий Иван – кошка одного хозяина, так как даже любя всю семью, она особо выделяет кого-то одного. Многие Турецкие Иваны имеют пятнышко на шкурке в области левого плеча, напоминающее по форме отпечаток человеческого пальца. По легенде, Господь благословил кошку, чтобы она уничтожила созданную дьяволом мышь, попытавшаяся прогрызть дыру во дне Ноева ковчега. Третье место в нашем топе занимает Сингапура или Сингапурская кошка. Эти кошки произошли от уличных кошек Сингапура. В 1975 году они были завезены в США американскими туристами, а уже в 1976-м впервые представлены на выставке. Сингапуры являются самыми мелкими представителями кошачьего домашненного племени из официально признанных рас. Взрослая кошка в среднем весит до 2 килограмм, кот – от 2,5 до 3. У них маленькое и мускулистое тело, круглая голова, притупленный носик, крупные уши и, главное, большие, широко раскрытые, слегка раскосые глаза. Сингапура очень любопытная кошка, но спокойная и ласковая. Она очень чистоплотная и легко привыкает к новой обстановке. В 1987 году порода была завесена в Европу, однако до сих пор остается одной из наиболее редко встречающихся на нашем континенте. Второе место мы отдали кошке эльфу. Эта порода кошек выведена в Америке всего лишь в 2006 году. Это гибрид американского керла и канадского сфинкса. Название порода получилась за свои необычные внешние данные, но по сей день порода так и не признана ни в одной системе. Главная отличительная черта – это необыкновенные уши. Глаза у эльфа форма ореха, располагаются немного под углом, тело среднее, практически нет шерсти, а кожа имеет довольно много складочек. Усов и бровей вовсе может и не быть, а в редких случаях, когда они есть, это лишь одиночные волоски. А крас кожи у этой породы может быть любой. По характеру эти кошки очень ласковые и приветливые, общительные и любящие внимание. И отлично ладят с членами семьи и детьми. Если у вас есть в доме собака, эти кошки найдут подходы к ней. Они любят спать со своими хозяевами, очень любят комфорт и тепло. На сегодняшний день из-за того, что порода слишком молодая, не удалось выявить ни предрасположенности к каким-то болезням, ни сколько живут такие коты. Первое место заслуженно занимает лидер всех топов редких пород кошек американская жесткошерстная кошка. Родиной этой кошки является город Нью-Йорк, где она подверглась ряду мутаций, в результате чего получила необычную шерсть. Это редкая порода кошек, которая практически не встречается за пределами США. Другое название американской жесткошерстной породы – проволочношерстная. Эти кошки очень похожи на американских короткошерстных кошек, потому что произошли именно от них. По сути, породы отличают только по принципу «проволочная шубка». Но это лишь визуальный эффект. Шерсть у американской жесткошерстной кошки такая же мягкая и шелковистая. Эти кошки, хоть и спокойны, по нраву все же любят играться и безумно любопытны. Они очень податливы и легко привыкают ко всему новому. Шерстинки могут быть скреплены между собой, надломлены или загнуты. Это касается и усов, и бровей, поэтому этих кошек стараются не расчесывать после купания, давая шерсти высохнуть естественно, чтобы волоски не распрямлялись. Вот такая вот красивая пятерочка у нас получилась. Но, конечно же, редких пород кошек далеко не пять, так что блесните знаниями. Напишите в комментариях, какие редкие породы кошек знаете вы. И если вам понравилось это видео и вы хотите еще ролики из серии ТОП-5, ставьте лайк. Любите своих питомцев и будет вам счастье. Мне понравилась Сингапура, она такая красивая и такие у нее глаза большие. Фу, Софи, самая крутая кошка это эльф. Красивый монстр, да? Почему тебе всегда лишь бы быть против меня? Да не правда. Тебе что, всерьез вот понравился эльф? Да. Нет, я не верю, ты специально так говоришь, Эйвен, вот я знаю точно. Нет, не специально. Специально, Эйвен, тебе не может нравиться эльф, ты специально так делаешь. Ну может немножко специально, вот я и говорю, ты хочешь мне противоречить, лишь бы спорить со мной, но эльф прикольный. Все, Эйвен, отстань, но эльф прикольный, да, Софи, отстань, Эйвен прикольный. Да. your